здравствуйте товарищи сегодня я покажу вам свой новый сварочник но сначала отвечу на вопрос который мне задают под каждым новым видео когда же продолжение про скорпио ответ очень простой и сейчас я вам покажу вот у меня адский бардак сварочный стол стоит вот здесь раньше он стоял вот там вот и вот это было все мое помещение но теперь эта дверь открывается и там мое новое дополнительное помещение в котором делался ремонт тут все было достаточно печально тут сейчас тоже бардак потому что ремонт переезд большая история кроме того вот эти ворота будут переноситься вот сюда где не заштукатурена это тоже целая история там на въезде ворота делались в общем работы было много и было мне немножко не до скорпио вот но зарабатывать надо поэтому некоторые проекты я все таки делал и с учетом расширения производства мне понадобился новый сварочник о котором собственно сегодняшняя история вот это мой сварочник которым я работал все эти годы вот это новый сварочник нему новый регулятор аргона открываем сначала то что попроще но тут как бы ничего неожиданного быть не должно в принципе такой же регулятор как у меня и был с двумя расходомерами тоже самые фирмы который у меня есть вам меня всегда устраивал вот регулятор с двумя ротометрами достаточно обычная штука и вот в этой коробочке лежит еще один сварочник он маленький компактный и не имеет возможности сварки алюминия он достаточно простой но вот не то чтобы прямо совсем и для моих целей работы с нержавейкой титаном и черными сталями его вполне должно хватать одного сварочника мне уже мало и вот приехал мой второй сварочник попроще это фокс велд у натик 200 10 пульс я фокс велдом пару раз работал и целом впечатления неплохие ну и цена меня очень порадовала я думаю что для моих целей этого сварочника вполне себе хватит достаем сначала горелочку стандартная vp 26 но у меня есть еще одна горелочка вот такая вот с длиной рукава 8 метров и она вентильная вентильная для того чтобы работать с титаном чтобы всегда хватало зоны защиты потому что большинство сварочников выключаются слишком рано горелка это в основном так себе горелка это вряд ли сильно хорошая но меня опять же привлекла цена это было недорого и в первую очередь мне интересен рукав 8 метровый а саму горелку возможно я поменяю так что же еще тут есть в комплекте комплекте у нас масса держак для электродов и шланг для газа такой более-менее неплохой длины похоже что он 2 метра убираем пока и достаем собственно самого малыша вот такой вот малыш которому предстоит в основном работать с тонко стенными трубами поэтому мощности в 200 ампер это с огромным запасом смотрим где у него п вышка пв у него при 155 амперах сто процентов этого выше крыши для тонких выхлопных систем большего и не надо электронное управление регулятор вращается сколько хочешь это удобно еще и нажимается видимо есть режим быстрой промотки самое главное что есть 2t 4t режимы это есть не у всех ну и наверное достаточно удобно это быстрый разъем на аргон вот такая вот штучка сейчас его подключу и попробуем посмотреть на первую дугу ну что же горелку родную я подключил правда сопло сразу поставил свое другое побольше чуть-чуть там в комплекте очень маленький плюс в комплекте к аппарату идет два вольфрама и два хомутика гарантийный талон все замечательно что радует достаточно мягкий рукав очень мягкий провод массы сетевой провод тоже мягкие не не жесткие и очень приятные но это пока дальше будет видно что из этого получится ну что же включаем смотрим хотя бы как она все выглядит так включился на режиме электродной сварки переключаем на вот тик сварка импульсный режим вот просто постоянный ток крутим ручку регулировка тонкая это всегда очень приятно мне очень нравится а если нажать на кнопку и покрутить то быстрая промотка так вот медленно по амперчику а так десятками ампер если нажать на регулятор что уже не радует это от чего я отвык как только его включил загудел вентилятор охлаждения плюс многие жалуются что очень яркие светодиоды мешают смотреть но на камере то она очень ярко в живую вроде как ничего но если что можно будет как-то их зачернить так вот 2t режим 4t импульсная сварка смысле не импульсная а прихватками ладно нажимаем смотрим что еще тут есть продувка после после сварки аж 20 секунд это классно у меня на моем большом аппарате всего 15 секунд это меня прямо очень радует это что у нас действительно яркость светодиода мешает смотреть на надпись так это не пойму чего какое-то время так продувка перед сваркой я ее не ставлю потому что перед сваркой я сначала нажимаю кнопку запускаю газ жду и потом уже сам начинаю сваривать мне продувка перед сваркой не нужно так начальный топ как-то все это так а это у нас же стоит сварка при сварка предхватками так вот я поставил 4t режим я всегда в нем работаю поэтому привычный так это у нас слушайте реально такой яркий светодиод что надпись не видно спад тока вот если прикрыть ногтиком видно надпись спад надписи очень очень мелкие но наверное если привыкнуть то ничего страшного спад тока в секундах ну давайте одну секунду заварка кратера или что это прикрываем пальцем смотрим прикрываем пальцем смотрим конечный ток конечный ток конечный ток ну 30 ампер отлично продувка оставлю 20 секунд продувка перед сваркой 0 начальный ток также 20 ампер нарастание поставлю тоже 1 секунда ток сварки 100 ампер поставим 4 тактный режим но вроде все понятно теперь очень интересный момент берем щелкаем выключателем ждем он выключился включаем его и посмотрим запоминает он настройки или нет похоже что запомнил во всяком случае постоянный ток без импульса 4t 100 ампер секунда 30 ампер 20 секунд 0 секунд запоминает уже хорошо не все аппараты это делают ну все сейчас будем пробовать пробуем на не очень нужной железки в смысле она нужная но попробовать на ней можно сейчас посмотрим как это все выглядит при нажатии на кнопку жутко посмотрим как это все происходит шовчик достаточно симпатичной продувка действительно было 20 секунд давайте посмотрим как работает режим сварки прихватками время прихватки 2 секунды полторы секунды ставлю продувка перед сваркой ставлю пол секунды ток 100 ампер продувка 5 секунд 7 поехали смотрим что за режим прихваток как оно будет выглядеть интересно это похоже на то что все хвастаются и показывают как там точками прихватывают давайте попробуем посмотреть можно даже поменьше току дать я тут 170 дал давайте 140 так время прихватки давайте попробуем одну секунду было полторы так подъем интересно интересно давайте время сделаем вообще полсекунды, а ток обратно 170. Что будет при этом? Не успевает сплавиться, но здесь и зазор очень большой. Ну, в общем, вроде все режимы работают. Ну-ка, 2Т режим 100 ампер. Поехали. Добавляем яркости. И идем смотреть, что же получилось. Еще ярче. Вот здесь вот я баловался. Нет, не здесь. Вот здесь вот я баловался прихватками. Ну, с этим мы еще разберемся. А дальше? Вот он, пошел шовчик. На 100 амперах. Это металл 3 миллиметра. Довольно такой неплохой зазор. Ну и в целом красиво. Дальнейшая эксплуатация покажет, как это все работает. Гудит он достаточно громко. И электроды. Аааа! Электроды. Как их называют? Вот эти лампочки. Светодиоды. Слишком яркие. Да, это действительно мешает. Надо будет их чем-то подзачернить. А в целом, ну, пока приятно. Главное, он маленький, компактный. И сравнительно недорогой. Варит приятно. Дуга зажигается отлично. Ну, в целом, я пока доволен. Проба прошла, я считаю, очень приятно. Я уже работал фоксвелдом. У меня был похожий, только попроще. Тоже такой вот малыш. И в целом, работал достаточно приятно. Ну, а для алюминия у меня есть большой аппарат. С горелкой, с водяным охлаждением. Но нужно для некоторых работ и кое-что попроще. Зачем гонять сложный крутой аппарат для несложных работ? Тем более, что работает он вроде приятно. Не без минусов, конечно. Но в целом, пока впечатление очень приятное. Посмотрим, что он покажет дальше. Ну, а на канале скоро будет много интересного. Проектов ожидается много. Ну и Ford Scorpio, конечно, я буду заканчивать. Без этого никак. А сейчас пока езжу на другой машине, о которой я тоже немножко расскажу очень скоро. Ну и на этом все. Пока-пока. Удачи!